Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш youtube канала Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала Маркетс с торговыми идеями, где каждый день мы размещаем, постим большое количество аналитического контента, конкретные торговые рекомендации, основанные на техническом анализе, также фундаментальные посты, в том числе и по фондовому рынку. Поэтому точно найдете то, что вам придется по душе. Ну что ж, мы продолжаем следить за динамикой доллара, рисковых инструментов. Судя по всему, судя по тому, что мы видим в последней торговой сессии, можно предположить, что трейдеры перед заседанием американского регулятора, который состоится через две недели, решили все-таки дать возможность отыграться покупателям рисковых активов и продавцов, соответственно, доллара. Но еще раз обращаю ваше внимание, друзья, то, что общий фундаментальный фон, он ни грамма не изменился. И техническая коррекция является лишь подтверждением здорового тренда, который ранее сложился, в частности, для индекса доллара. Это восходящего движения для рисковых инструментов исключительного тотального давления. Совсем скоро наступит тот самый день, когда американский регулятор в очередной раз повысит процентную ставку, и тогда все покупатели доллара тут же вернутся на рынок, и мы увидим индекс американской валюты на новых локальных максимумах. Не забывайте, друзья, то, что в тех условиях, в которых сейчас существует американская валюта, нет ровным счетом ни одной причины, по которой можно было бы говорить о среднем и долгосрочном ослаблении этого инструмента. Сейчас индекс доллара находится на отметке 111.73. Напомню, что в прошлую пятницу вышли данные по роничным продажам США и Мичиганскому индексу доверия потребителей. Роничные продажи показали нулевую динамику, и для нас такая статистика стала еще одним подтверждением того, что высокие цены начинают уже влиять на потребительскую активность, тормозя ее. И это также еще и сигнал для самого американского регулятора, чтобы, опять же, американский центральный банк, обязательно в кавычке возьмем такое выражение, должен предпринимать дополнительные меры усилия, чтобы стабилизировать цены. Что это за меры? Я допускаю, что американскому федеральной недельной системе необходимо все же увеличить объемы количественного ужесточения, то есть активнее сокращать баланс. Ну и, как минимум, я абсолютно уверен, что американскому регулятору нужно активнее повышать процентные ставки. И в тот момент времени, когда прямо сейчас трейдеры убеждены в том, что 2 ноября американский регулятор четвертый раз подряд повысит процентную ставку на 75 базисных пунктов, я не отказываюсь от того, что говорил ранее. Я сторонник идеи того, что ключевую процентную ставку США нужно повышать активнее. И сразу на 100 базисных пунктов с 3.25 до 4.25. И я надеюсь, что американский регулятор на данном этапе осознает необходимость своих проактивных действий. Потому что если, опять же, и дальше тянуть резину, то через какое-то время, через квартал американскому регулятору придется просто понять, что много времени упущено, инфляция остается на высоких значениях, а базовый индекс потребительских цен по-прежнему в траектории восходящего движения и регулярно обновляет многолетние максимумы. Если, конечно же, такой сценарий реализуется, то тогда право окажутся эксперты Goldman Sachs, которые ожидают, что уже где-то со второго квартала следующего года американскую экономику ожидает рецессия. Я надеюсь, что Федрезерв все-таки осознает все эти риски и даст рынку более мощные инструменты борьбы с высокими ценами. Поэтому я готов к этой агрессивно-жесткой монетарной политике и рекомендую вам тоже готовить заранее, понимая, что при таком курсе у индекса доллара только одна дорога по-прежнему вверх. Европейская валюта 0.9846. 27 октября состоится заседание Европейского Центрального Банка. Именно это фундаментальное событие станет триггером для дальнейших движений европейской валюты. Я допускаю даже, что ставку могут повысить на 75 базисных пунктов, но все равно, друзья, это не то решение, которое могло бы поставить ЕЦБ в одну плоскость с действиями американского регулятора. ЕЦБ будет существенно отставать по темпам ужесточения политики евро. В связи с этим будет проигрывать доллару. Goldman Sachs рекомендует использовать текущую коррекцию, которая, по мнению аналитиков этого банка, может также снова, как и ранее, опять же, две недели назад повториться до паритетного значения, используя для того, чтобы открывать короткие позиции. Но это для тех, кто ранее, опять же, не видел перспективы для развития нисходящей динамики. Я рассчитываю, что среди вас таких нет, друзья, потому что эти перспективы были крайне однозначны. Евро остается в числе главных аутсайдеров. Британская валюта 1.1384. Мы, как и, наверное, вся общественность, следим за политическим кризисом, который сложился в Англии. В пятницу после отставки Квази Квартенда министра финансов на его место был назначен Джереми Ханта, который, честно, которому есть определенного рода вопросы, потому что раньше он чем только не занимался и был министром здравоохранения, министром иностранных дел. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...